Здравствуйте! Вы смотрите программу «Неделя спорта» и я, ее ведущая, Марина Вахрушева. Очередная интересная подборка новостей из мира студенческого и мирового спорта ждет тебя прямо сейчас. Смотри до конца и не переключайся. 16 ноября в культурно-спортивном комплексе «Уник» состоялся чемпионат по баскетболу среди женских команд в рамках чемпионата АСБ дивизиона «Казань». Соперниками сборной Казанского федерального стала сборная энергетического университета. В первом туре команда Казанского энергетического университета успела обыграть сборную КНИТУ КАИ. Удалось ли им в этот раз занять лидирующие позиции? Репортаж Тимура Файзулина. Баскетбол – игра не для слабых. Командное сплочение и боевой дух способствуют победе. Именно такой матч мы увидели 16 октября в спортивном комплексе «Уникс», где состоялась встреча между женской сборной команды Казанского федерального университета и сборной Казанского государственного энергетического университета. Игра состоялась из четырех периодов по 10 минут. В первой четверти игра только накалялась. Игроки обеих сборных проверяли друг друга на прочность и пытались найти слабые стороны соперников. В начале периода федералы смогли оторваться вперед, обогнав на 7 очков. Но к концу команда энергетиков начала догонять, и первая четверть закончилась со счетом 10-7 в пользу КГУ. Второй тайм ознаменовался жесткой борьбой между обеими командами. Федералы начали понемногу уставать, но свои позиции держали. Нужно учесть, что КГУ делали больше замен, когда как за КФУ играла только основная сборная. За счет этого КГУ выигрывала выносливости. В итоге конец второго периода – 32-23 в пользу Энерго. Как обычный игрок, мы, конечно, все радуемся победе, но что касается игры в целом, я не скажу, что эта команда сильнее нас прям на голову. Вот мне нравятся эти игры именно с командой КФУ, потому что мы идем наравне и в техническом плане, и тренера наши тоже примерно идут на одном уровне. В дальнейшем чувствовалась усталость команды федералов, поскольку соперники с легкостью проходили сквозь защиту и забивали из-под кольца. Помимо этого начал подводить игрок на подборе, поскольку каждая передача ему заканчивалась провалом. Во время всей игры команду федералов вытягивала разводящая Елизавета Хусанова, которой приходилось играть как под кольцом защиты, так и в нападении. Мы очень мало тренируемся. Команда не сыгранная, так как много первокурсниц в нашей команде. Плохо справились с защитой, но в целом неплохо. Всю игру догоняли, и этого не хватило. По итогам встречи обе команды показали хорошую игру, и конечный счет 52-48. С небольшим отрывом в 4 очка в пользу Казанского государственного энергетического университета. Тимур Файзулин, Иван Евсеев, Неделя спорта. Следующим на площадку вышли мужские сборные по баскетболу Казанского федерального и Казанского энергетического университета. Для нашей команды данная встреча в рамках чемпионата СБ является второй. Первую игру сборной КФУ провела со сборной Академии спорта и туризма, уступив ей победу. Обо всех подробностях в репортаже Луиза Хубатулиной. 16 ноября в стенах КСК КФУ «Уник» сборная Казанского федерального университета принимала на своей площадке сборную Казанского государственного энергетического университета в рамках турнира Ассоциации студенческого баскетбола «Дивизион Казань». Каждая из команд старалась проявить свою стойкость, целеустремленность и силу духа, что не оставило равнодушными присутствующих на матче болельщиков. Первая четверть закончилась со счетом 21-12 в пользу сборной КФУ. Равное количество очков игроки набрали уже в следующем игровой отрезке времени, но по сумме двух четвертей счет 33-24 продолжает показывать лидирующее место федералов в этом матче. Сборная энергетиков уже более усердно старалась догнать соперника и в третьей четверти набрала большее количество очков. Общий счет составил 45-41. Доминирование КФУ продолжается. Под занавес четвертой четверти обе команды сравняли счет 56-56, но с учетом штрафного броска сборная КФУ все-таки смогла одержать победу. Матч закончился со счетом 57-56 в пользу Казанского Федерального Университета. Луиза Хубатулина, Элина Маликова. Неделя спорта. 18 ноября в столице Татарстана стартовал чемпионат России по плаванию на короткой воде. 46 комплектов наград будут разыграны в течение пяти дней состязаний, а по итогам чемпионата будут определены лучшие спортсмены. Какие результаты показали участники во второй день соревнований и кому удалось пройти на чемпионат Европы в репортаже Владислава Сергеева. 18 ноября в столице Татарстана стартовал чемпионат России на короткой воде. Более 830 спортсменов из 67 регионов России будут бороться за попадание в состав сборной страны на чемпионат Европы. Во второй соревновательный день новый юношеский рекорд на дистанции 400 метров в комплекс на плавание установил 18-летний Эдуард Валяхметов. Он значительно улучшил свой результат квалификации 4,04 секунды. Признается, что не ожидал такого результата и будет стараться его повторить на чемпионате Европы. Я не ожидал такого результата. Золото, ну, не планирую попадать в призы, думал, будет сложнее, но так получилось, что показал очень удивительный результат для себя, для тренера. Мы не думали, что так хорошо получится и, ну, очень рад своему золоту. Новый рекорд мира среди юношей установил Климент Колесников на дистанции 100 метров на спине. Несмотря на то, что в приоритете для него 50-метровый бассейн, он работал на полную силу и на 25-метровой дистанции. С важностью так квалификации 49,84 секунды спортсмен обновил, обойдя пловцов из Санкт-Петербурга и Хантамансийского автономного округа. Я думаю, что все возможно, что можно занять первое место. Ну, буду стараться, буду готовиться, так что не буду загадывать вперед. Победительницей на дистанции 50 метров брасом среди девушек стала чемпионка мира Юлия Ефимова, преодолев ее за 29,60 секунды. Для спортсменки это первый чемпионат России на короткой воде с 2013 года. В Казань Юлия приметилась в Токио, где участвовала в этапе Кубка мира. У нас федерация изменила правила, сделала то, что теперь надо отбираться. Раньше, если ты выигрываешь по длинной воде мир и там Олимпиаду, то ты автоматически едешь на короткую Европу, ну, мир и тем более уже Европу. Но сейчас они правила поменяли и надо вот отбираться, либо в Сингапуре было, либо в Казани. В мужской эстафете 4 раза по 200 метров первое и третье место заняли команды из Москвы с результатом 7,01 секунды и 7,03 секунды. Второе место завоевала сборная Краснодарского края, что было настоящим сюрпризом как для болельщиков, так и для главного тренера команды. На протяжении 10 лет сборной не удавалось попасть в тройку лидеров. Держались на четвертой позиции. Я хочу сказать всем спасибо тренерам, которые работают в наших бригадах. И это действительно прорыв. Сразу с четвертого на второе место – это здорово. Чемпионат России на короткой воде продлится до 22 ноября. Ход для зрителей свободный. Владислав Сергеев, Марина Бахрушева, Неделя спорта. 18 ноября в культурно-спортивном комплексе «Уникс» состоялись финальные игры по волейболу среди мужских команд в рамках спартакиады студентов и аспирантов Казанского федерального. Напомню, что победители соревнований 26 ноября встретятся в товарищеском матче со сборной педагогического состава. Обо всех подробностях в репортаже Ивана Евсеева. 18 ноября в культурно-спортивном комплексе «Уникс» прошли финальные игры в рамках спартакиады по волейболу среди студентов и аспирантов, прирученные ко дню рождения Казанского федерального университета. В игре за третье место встретились Институт математики и механики имени Лобачевского и команда из Набережных Челнов. Гости изначально были фаворитами в этой паре. Уже в первой партии им удалось уйти в отрыв на целых 10 очков. Во второй партии сборной Набережных Челнинского института пришлось немало потрудиться для того, чтобы добыть победу и в итоге завоевать бронзовую медаль. Поединок завершился в пользу Набережных Челнов. 0-2. В финале мы увидели главных фаворитов игрового дня. Институт вычислительной математики и информационных технологий и Институт геологии и нефтегазовых технологий. Уверенная игра в атаке обеих команд не позволяла выявить сильнейшего до самого конца. Напряжение было колоссальным. Жажда победы сыграла значительную роль в столь упорной борьбе. Помимо этого у геологов была дополнительная мотивация защитить прошлогодний титул, что явно сказалось на настрое игроков. Первая партия завершилась в пользу и в МИД 23-25. Во второй партии игроки заставили болельщиков понервничать. Интрига сохранялась до последних секунд. Но все же сборной Института математики удалось вырвать победу в концовке. Итоговый счет 2-0. Конечно, конечно, расстроились. Третье место заняли, переживают. Ну, первокурсники влились нам. Остались там 3 человека старше курсники. И, естественно, конечно, это сказывается на качестве игры. Но, тем не менее. По результатам турнира 26 ноября в спортивном комплексе «Бустан» победители «Спартакиада» сыграют со сборной педагогического состава Казанского федерального университета в битве за Суперкубок. Поздравляем всех призеров и победителей соревнований. Иван Ирсеев. Неделя спорта. Ну, мы продолжаем программу «Неделя спорта». И сегодня у нас в студии «Спорт-Орк» института социальных, философских, наук и массовых коммуникаций нападающий сборной Казанского федерального университета Денис Давыдов. Денис, привет. Привет, Марина. Мы очень рады, что ты пришел к нам. И сегодня поговорим о вашей поездке в Белоруссию. Там состоится «Спартакиада» студенческая. Она пройдет с 20 по 25 ноября. Расскажи, пожалуйста, коротко о ней. Что вообще запланировано в эти дни? У нас запланированы только игры. Мы 20 числа прибываем в Белоруссию и сразу же с этого дня начинаем играть. 25 числа будет последний день. Представители будут пяти команд из Белоруссии и пять команд из России. Какие группы, с кем мы будем играть, это пока еще неизвестно. Однако мы знаем, что в течение пяти дней у нас ожидают непростые игры, и мы будем к этому готовы. Расскажи, представители каких институтов вошли в сборную? В состав сборной Казанского федерального университета вошли представители четырех институтов. Это ИТИС Игорь Астафьев, это из института физики Айнас Харматурин, это я, представитель Института социально-философских наук и массовых коммуникаций, и сразу пять игроков из «Эконома». Расскажи, как проходили ваши тренировки и на что был сделан основной упор? Подготовку к этому турниру мы начали месяц назад, когда мы узнали, кто именно войдет в состав сборной. Кроме этого, у нас еще был большой футбол. Мы буквально две-три недели назад закончили играть в студенческой футбольной лиде. Также мы еще играем на городских соревнованиях в Казани по мини-футболу. Поэтому у нас бывало такое, что проходило по две-три тренировки в день, плюс еще учеба. Поэтому профессиональные спортсмены точно, мне кажется, не справились с такой нагрузкой. И две недели назад мы сделали акцент на тактическую составляющую, потому что нам нужно было сыграться. Мы провели две товарищеские встречи с командой из первой и командой из высшей лидии мини-футбола Казани. В первую игру мы сыграли ничью, в вторую мы выиграли в преимущество один мяч. И подготовка у нас была очень интенсивная, что, мне кажется, и повлияет на наши результаты, потому что мы должны быть готовы не только в физическом плане, но и в тактическом. А хватило ли вам времени вообще сыграться? Да, хватило, потому что сразу семь игроков из восьми также были задействованы и в большом футболе, то есть мы друг друга хорошо знаем. Также есть стаи нашей команды Рамиль Задиров, я с ним знаком вообще с восьми лет, мы вместе играли в футбол во дворе, играли за одну команду, город-набежный членный футбольный клуб КАМАЗ, поэтому друг друга мы знаем как пять пальцев. А представители остальных институтов и других игроков мы тоже знакомы, потому что уже не первый год мы играем вместе. Мы также играли против друг друга, играли вместе, и особенно последние две недели были сами плодотворными, потому что мы провели не только две товарищеские встречи, у нас были трехразовые тренировки в неделю, и мы работали как и над теорией, так и над физической составляющей. Поэтому хочу сказать большое спасибо Руслану Юнусову, который рационально распределил нашу нагрузку, который дал нам время для того, чтобы больше узнать друг друга, для того, чтобы показал, как нам взаимодействовать между собой, и даже показал некоторые схемы, как мы будем разыгрывать стандарты, как нам действовать при той или иной ситуации. Мы желаем вам успехов и только побед, но я напоминаю, что сегодня у нас в студии был Спорт-Орг-Института социально-философских наук и массовых коммуникаций, нападающий сборной Казанского федерального университета Денис Давыдов. Денис, спасибо тебе еще раз. Вам спасибо. Ну и на этом у нас все. Вы смотрели программу «Неделя спорта». С вами была Марина Вахрушева. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин